На телеканале Рыбака Омск новости в студии Дарья Тюменцева. Здравствуйте, смотрите сегодня. Оценят по инвестициям, что в федеральном центре хотят потребовать от глав регионов в обмен на губернаторское кресло. Дорогие дороги, почему чиновники замалчивают проблемы омских магистралей, когда игра в дорожные прятки закончится. Утро вечера не мудренее, как встречи в формате «Кому за 30» помогают наладить бизнес. Как хочу, так и ворочу, почему в омском спецавтохозяйстве федеральные законы трактуют на омский лад. Вернуть в современные политические и российские реалии своего рода аналог советских соцсоревнований предложила спикер Совета Федерации. По мнению Валентины Матвиенко, оценивать профессионализм губернаторов нужно нулями. Чем больше количество инвестиций привлечет глава региона на вверенную ему территорию, тем эффективнее работает местная управленческая элита. К тому же новый критерий оценки, по мнению Матвиенко, стимулирует губернаторов соревноваться между собой, выполнять и перевыполнять план по инвестициям. Предложение по модернизации системы оценок глав регионов спикер Совета Федерации высказала, обсуждая итоги экономического форума в Санкт-Петербурге. Форум уже назвали рекордным по количеству подписанных договоров на сумму свыше 3 триллионов рублей. Сколько из этих денег в итоге вольются в экономику Омской области, неизвестно, точная сумма не называется. В правительстве Омской области говорят лишь о заключенных 10 соглашениях, о сотрудничестве, пожалуй, самой масштабной, вливании 10 миллиардов от МРСК Сибири на модернизацию электросетей в течение 10 лет. Создание в Омске центра ядерной медицины и возрождение компании «Мостовик», правда, под другим брендом. Конкретные цифры в областном правительстве пока не называют, ограничиваясь статистикой. По итогам прошлого года инвестиционный климат в Омской области потеплел. В национальном рейтинге регион поднялся с 74 на 63 место. Если за омский инвестиционный климат хотя бы по отчетам можно порадоваться, экологическая ситуация в Омске далека от идеала. Обнародованы результаты проб воздуха, взятых в городе в конце мая. Напомню, что в эти дни многие омичи жаловались на плохое самочувствие, ввиня во всем пожарно-мусорном полигоне. Между тем, в региональном Минприроды и Роспотребнадзоре оперативно уже на третий день пожара заявили, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Но, как оказалось, в мае омичи дышали все-таки нечистым воздухом. По данным специалистов обертышского управления гидрометеослужбы, в мае в Омске зафиксировано сразу 9 случаев превышения ПДК вредных веществ в 4 округах города. Этилбензол, сероводород, оксидуглерод. Примечательно, что в Кировском округе, где горела свалка, воздух оказался чистым. Впрочем, есть новости хорошие. На выходных стало известно, что платить за мусор жители многоквартирных домов будут меньше. Тариф снизился на 6 рублей вслед за нормативом накопления мусора. Эксперты все-таки решили, что омичи в месяц производят мусора на 1 килограмм меньше. Так что теперь горожане платить будут не 133 рубля с человека, а 127 рублей 50 копеек. Правда, еще раз отмечу, это касается только жителей многоквартирных домов. Впрочем, текущее снижение тарифа не отменяет анонсированные ранее пересмотры норматива. Тем более, что свое недовольство ходом мусорной реформы в регионе в очередной раз высказал губернатор. Дорог нет и держаться больше нет сил. Амичи возмущены состоянием умских автомагистралей. Пользователи публикуют в соцсетях гневные обращения к чиновникам и требуют навести порядок. Амичи не понимают, где те самые качественные и безопасные дороги, которые им обещали в прошлом году. Тем более, что на 2019-е собирались выделить даже больше денег, чем годом ранее. Однако качество нового асфальтового покрытия оставляет желать лучшего, уверяют горожане. Новые дороги превращаются в то, почему ни проехать, ни пройти нельзя. А подрядчики, ответственные за брак, продолжают выигрывать аукционы на новые объекты. Были потрачены миллиарды денег на так называемые качественные и безопасные дороги. Вопрос, где они? Где должный контроль за состоянием этих дорог? Где вообще хоть маломальское реагирование на жалобы о мячей? Вы просто тупо сидите и присылаете свои отписки. Вы постоянно пишете, мол, пусть граждане присылают адреса, фотографии, пароли, явки и тому подобное. А зачем вы тогда нужны? Чтобы вам на блюдечке все преподносить? Полностью согласен с автором поста. Одни отписки, как от УДХБ, так и от ДГХ, да и ГИБДД. Но никто ничего не делает. Даже ямочного ремонта три года не могут сделать на раздольной. Кучу раз писал одни отписки. Хотя дорога муниципальная, следовательно, должна обслуживаться. Люди, осознаете уже, чиновникам на нас плевать. Им все равно на нас с нашими жалобами с высокой колокольни. С каждым годом все хуже и хуже ситуация в городе. Ничего не делается на благоустройство города. Скоро лето кончится, а разметкой на дорогах даже и не пахнет. Че ж дальше будет? Оценку о мячей подтверждает статистика, которую в марте официально озвучил директор Управления ДГХ и Благоустройства Владимир Казимиров. Из 400 объектов, отремонтированных за последние пару лет, почти 100 нужно ремонтировать заново. И этот список постоянно пополняется. В суд на недобросовестных подрядчиков уже подано почти два десятка исков. При этом в Управление ДГХ и Благоустройства города от комментариев по поводу текущего состояния городских магистралей и планов по приведению дорог в порядок упорно отказываются. Между тем, деньги на ремонт дорог в бюджете выделены, но каким образом они осваиваются и кем, в ведомстве почему-то открыто говорить не желают. Такое поведение вызывает подозрения и у депутатов городского совета. Редакция РБК Омск отправила официальный запрос в Управлении ДГХ и Благоустройства. Возможно, он как-то оживит чиновников и призовет к открытому диалогу. Кроме того, в Горсовете планируется заседание комитета по дорожному благоустройству города, так что игра в дорожные прятки скоро должна закончиться. В Омске набирают обороты вечера деловых знакомств для омских бизнесменов. Как продвигать свой бизнес и налаживать полезные связи, знают организаторы. В программе нетворкинга, суть которого – выстраивание доверительных и долгосрочных партнерских отношений и взаимопомощи, не только презентация участников, но и списки полезных контактов, а также система лояльности. За один вечер, а точнее три часа живого общения, можно не только найти единомышленников, но и обрести новые возможности для продвижения бизнеса. Подробнее о продвижении бизнеса поговорим с маркетологом Мариной Трубициной. Марина, здравствуйте. Добрый день. Какие сегодня существуют способы продвижения бизнеса и что сейчас популярно среди предпринимателей? Очень такой интересный, провокационный вопрос. Объясню, почему не существует какого-то уникального, подходящего всем метода продвижения. И даже тот же Инстаграм, на который сейчас многие возлагают большие надежды, он не является панацеей от всех бед. Я бы здесь рекомендовала обращать внимание на цель, задачи бизнеса, личный бренд, кто представляет, то есть взрослый человек, либо молодой человек, какого пола, принадлежность, к какому социальному статусу и так далее. И также большой упор бы делала на целевую аудиторию. Вот если бы мне задали вы сейчас такой конкретный вопрос, касаемо какого-то бизнеса, я бы, безусловно, расписала медиаплан на год или больше и посоветовала, что именно подошло бы для вашего бизнеса в рамках ваших задач. Но что касается целых, каких-то целых таких целостных тенденций на рынке, это, конечно, все-таки онлайн, так как это дает возможность отследить то, откуда пришли люди. То есть если мы берем и тратим большой бюджет на оффлайн, будь то радио, наружная реклама или многие другие каналы, коих сейчас огромное множество, мы не сможем отследить, кто откуда пришел, если только мы не поставим отдельный номер телефона или какой-то промокод. Многие этим не злоупотребляют в своем бизнесе, поэтому все-таки онлайн. А какие новые, может быть, механизмы в продвижении бизнеса появились сейчас? Новые, но относительно чего новые? Допустим, Инстаграм зашел, по-моему, с 2011-2012 года на рынок, но сейчас гораздо большей популярностью пользуются воронки продаж, прогревы, автоворонки. Это то, что мы получаем на электронную почту или рассылки в соцсетях. И самый мой любимый инструмент – это чат-боты. К сожалению, в Омске это не так популярно. Это пришло к нам с Америки, естественно, с Европы. Это 80-е, 90-е годы. Это робот, который присутствует и представляет вашу компанию во всех соцсетях, во всех мессенджерах и общается с вашим клиентом, принимает заказы, принимает оплаты. И что самое интересное, в этот момент ваш телефон молчит. То есть он переписывается сам абсолютно как офис-менеджер, либо менеджер по продажам. В этом и преимущество таких автоматизированных каналов продаж. А минусы у него есть? Минусы у него есть, что это не мастер маникюра и с ним не поговоришь о погоде. Но этот инструмент для тех, кто, во-первых, ценит качество, количество входящих заявок и обработанных заявок. То есть конверсия гораздо выше. Все-таки e-mail, сайты, лендинги, все это немножко отходит на второй план. Потому что все мессенджеры, они уже стоят у нас в соцсетях, в телефоне. То есть не нужно никуда переходить, не нужно ничего скачивать. Грубо говоря, ну так вот утрирую, мы уже проникаем в тот канал, который уже стоит в телефоне человека. Никаких дополнительных коммуникаций, подтверждений e-mail и подтверждения, что это твой e-mail не нужно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие бизнесмены в этой области? Это проблема не только начинающих предпринимателей, проблема всех предпринимателей, которые не такое большое внимание рекламе и стратегии уделяют. Помимо всего прочего, я занимаюсь еще и созданием и внедрением стратегии в стартапы, малый и средний бизнес, то есть до крупного. Понятно, что с предпринимателями огромного масштаба я еще не работала. Проблема в том, что люди приходят, например, ко мне в качестве клиентов и говорят «Марина, давай фотографии в Инстаграм, тексты, хэштеги, геометки, все, поехали, ждем продаж». Я говорю «Ребят, подождите, а стратегия, а на неделю, а на месяц, а на год, а какие офферы, а какая целевая аудитория у вас сегодня, а будем ли мы как-то реагировать на сезонность, а праздники, а спецпредложения, а анализ конкурентов?». И вот это вот если кто этого не пугается, тот остается со мной работать. Но, к сожалению, не каждый клиент моя целевая аудитория, поэтому я работаю не со всеми. Но вообще проблема такая есть и не только у новичков, к сожалению. А что сегодня важнее все-таки для продвижения бизнеса, это деньги или связи, на ваш взгляд? Опять же, не отвечу однозначно на этот вопрос, потому что для кого-то важнее деньги в том плане, что можно захватить любой объем рекламы, выйти в любой город, на любой рынок, выкупить любого блогера, любое медийное лицо. И тогда ты просто с помощью огромного количества охватов станешь известным, популярным, тебе будут доверять, поскольку тебе доверяют эти лица, которые представляют твою рекламную кампанию. Но если у тебя есть связи, то это все гораздо качественнее, глубже, надежнее, как-то вот как фундамент. То есть деньги – это не всегда фундамент. Ты купил, тебе оказали услугу, и все, и отношения окончены. То есть ни к чему другому это может не привести. А связи, ну, как говорила моя бабушка, не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. И я жила в разных городах, и занималась какой-то своей предпринимательской деятельностью в разных странах, и связи выручали меня даже без наличия огромного количества денег. А что сегодня полезнее? Все-таки вкладываться в традиционную рекламу или СММ? Вот опять вопрос с подковыркой. Зависит от цели. Традиционная реклама для меня – это вот то, что касается АТЛ, то есть наружка, да, и все, что мы привыкли видеть вот вовне в нашей жизни. Если это что-то ориентированное на взрослую аудиторию, на какие-то взрослые товары-услуги, на масс-маркет, возможно, да, который популярен здесь и сейчас, то, скорее всего, можно делать упор в том числе и на такую традиционную рекламу. Что касается СММ, это более узкое касание, это настройка интересов, это уже более современная, это настройка времени показа, это настройка дней показа, настройка городов. Ну, то есть это колоссальное количество настроек и возможностей, которые просто может принести, вот конверсию, да, выдать в результате в десятки, в сотни раз больше. Поэтому либо человек не разбирается, и поэтому он тратит огромные бюджеты на традиционную рекламу на оффлайн, либо у него такая ниша, либо у него есть возможность охватить все. Ну, то есть вот есть такое понятие, я вот могу себе позволить все, значит, я позволю все. Насколько я знаю, вы впервые привезли в Омск формат вот нетворкингов, да, расскажите подробнее о мероприятии и чем оно вообще может быть полезно для бизнесменов. Да, все верно, полтора года назад я жила в других городах и имела такой опыт организации нетворкингов, причем работала не только в Краснодарском крае, но мы привлекали еще и участников из других городов. Москва, Санкт-Петербург и вот все, что окружает Южный федеральный округ. Первый нетворкинг я сделала в феврале прошлого года, то есть прошло уже почти полтора года. За это время познакомила уже порядка 1200 человек. Нетворкинг это средство коммуникации, это средство, которое окружает и обрастает, скажем так, человека связями. И это философия построения коммуникации, то есть раньше это была баня, визитки, какое-то застолье, там скажи за меня словечко, за молви. Сейчас такого уже нет, нетворкинг имеет структуру, нетворкинг имеет тренинги, да, то есть нужно проходить тренинги, обучаться этому искусству. И это искусство не столько создания связи, сколько поддержания, искусство предложения своей полезности, потому что я запрещаю на своих мероприятиях говорить такие слова, как «У меня распродажа, купи, продай, заходи, вот налетай, не скупись», я лоббирую именно то, чтобы люди предлагали свою полезность. То есть будь у тебя скидка даже 90%, даже 100%, да еще и подарок в придачу, если ты не интересен и тебя никто не обвел в списке, то это означает то, что твой продукт даже со скидкой не интересен. Прежде всего нужно узнать, что человеку полезно, а потом уже предложить полезность, и в этом случае коммуникация и сделка обязательно случатся, даже без скидки. Большое спасибо вам за интервью. А я напомню, мы беседовали с Мариной Трубицыной, продолжаем выпуск. Как хочу, так и трактую. Директор Омского спецавтохозяйства намерен читать закон так, как нужно ему. Такое весьма двусмысленное заявление новый глава САГС сделал сегодня на пресс-конференции, комментируя высказывания зоозащитников. Напомню, известный омский общественник и юрист Игорь Пушкарь в эфире «Рыбака Омска» заметил, что требования чиновников подписки о неразглашении, которую якобы должны давать все волонтеры, прежде чем попасть на территорию спецавтохозяйства, незаконной юридической силы не имеет. По мнению общественника, у каждого гражданина есть право получать и распространять информацию, которая не запрещена законом, за исключением, например, государственной или военной тайны. Об этом гласит Конституция. А спецавтохозяйство, к тому же, это бюджетное учреждение, существующее на региональные субвенции, насколько эффективно чиновники расходуют бюджетные деньги и как его сотрудники относятся к животным. А мечи имеют право знать, считает зоозащитник. Впрочем, по мнению директора САХА, в его организации свои правила. Открытые всем желающим двери в спецавтохозяйстве могут обернуться распространением опасных инфекций. К тому же, отмечает Евгений Вольф, уже были случаи, когда СМИ, ссылаясь на слова волонтеров, грубо искажали информацию о работе предприятия. Законно это или незаконно, здесь трактуют, наверное, каждый для себя. Я считаю, что это законно, потому что некоторые волонтеры, наверное, неправильно понимают сущность волонтера, не сущность, а деятельность волонтера. У нас есть федеральный закон 135-й о волонтерстве. То есть волонтеры это кто? Это добровольный помощник. Это не какой-то контролирующий орган, это добровольный помощник. И поэтому все свои, так скажем, ту добровольную помощь, которую он хочет оказывать, он должен ее оказывать с разрешения персонала нашего учреждения. Прокомментировал директор спецавтохозяйства и многочисленные обвинения о мечеях в намеренном усыплении животных. Так, по словам очевидцев, отловщики по-прежнему стреляют в четвероногих смертельной дозой снотворного. По словам Евгения Вольфа, цели специально усыплять собаку его сотрудников нет, даже несмотря на то, что уже сейчас на попечении учреждения находится более 500 животных и вольеров не хватает. В САХ, по уверениям его директора, применяют только рекомендованные главным ветуправлением препараты. И несмотря на то, что закон о защите животных вступает в силу только с 1 января 2020 года, учреждение уже работает по новым правилам. В планах предприятия также коммерческая деятельность, оказание ветеринарных услуг. Цены будут ниже, чем в частных клиниках. А в недобросовестном отношении к животным директор САХа обвинил самих амичей. По его словам, в учреждение часто попадают домашние любимцы, за которыми не следят хозяева. Впрочем, по словам зоозащитников, нередки случаи, когда четвероногих отлавливают прямо возле дома с ошейником и поводком. В итоге, чтобы забрать животное, их владельцам приходится заплатить порядка полутора тысяч рублей за отлов и дополнительно оплатить все дни содержания собаки в учреждении. Плюс миллиард. Пока омские чиновники безуспешно бьются над демографической проблемой, ее решит природа. Российские ученые совместно с американскими экспертами подсчитали, что если глобальное потепление не будет остановлено, через 50 лет население Сибири вырастет в 27 раз. Это плюс миллиард человек к нынешнему количеству проживающих. Согласно исследованиям, из-за потепления Сибирь может стать более привлекательной для жизни, в отличие от Индии и Китая, например, где климат станет непереносимым. К концу 21 века зимняя температура в Сибири может повыситься на 9 градусов. Именно в Сибирь, по мнению исследователей, захотят переехать так называемые климатические беженцы, за счет чего население может увеличиться на миллиард человек. Отмечу, что по данным на 2017 год, в суровых сибирских условиях проживает всего 36 миллионов человек. Снести или реконструировать точку в этом вопросе, касающемся спорткомплекса «Арена Омск», кажется, поставили. Снос отменяется, будут ремонтировать, заявил журналистом глава региона на форуме в Санкт-Петербурге. Александр Бурков поделился цифрами. На восстановление аварийной ледовой арены выделят 10 миллиардов рублей. 5 миллиардов – это средства федерального бюджета, еще столько же добавит нефтегазовая компания. Решен вопрос и с молодежным чемпионатом мира по хоккею в 2023 году. Часть игр, как и планировалось, проведут в Омске наряду с Новосибирском. Кроме того, в Омске к чемпионату планируют возвести четырехзвездочную гостиницу. Россиян ждет короткая рабочая неделя. Среда, 12 июня, выходной, отмечается День России. Следующие длинные выходные нас ждут только через 5 месяцев, в День народного единства 4 ноября. Между тем, в Центробанке не исключают, что уже через 13 лет трудиться в таком четырехдневном режиме большинство жителей страны будут постоянно. Для появления стабильных трехдневных уикендов есть все предпосылки. Современные технологии позволяют повысить производительность труда. Речь прежде всего идет о рабочих специальностях, представители которых смогут потратить свободное время на интеллектуальную и творческую деятельность. По крайней мере, в прогнозах чиновников. Пока же, по официальным данным, выходные, особенно продолжительные, дорого обходятся экономике страны. Только за новогодние праздники российская экономика потеряла 1 триллион 300 миллиардов рублей или почти полтора процента от ВВП. Это все новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok